Привет всем! Беременность точно не стоит запотреблять кофе. И сказал мягко, потому что проблема, на которой остановлюсь, возникает, когда этих чашек кофе всего только даже 2 или 3 в день. И это доказано вот этим исследованием. Уже такое его количество достаточно, чтобы у будущего ребенка произошли нарушения развития печени, с которыми резко повышается риск развития, обратите внимание, в зрелом возрасте неалкогольной жировой дистрофии печени. Авторы публикации обращаются к предшествовавшим исследованиям, которые показали, что 300 мг в сутки и более кофеина беременными, что примерно эквивалентно 2-3 чашкам в день, кофе уменьшает вес ребенка при рождении и приводит к проблемам с печенью. Ими же, однако, установлено, что в таких случаях перинатальный кофеин вызывает избыточную активность гормона стресса у матери, чем ингибируется активность печеночного гормона, инсулиноподобного фактора роста, определяющего в значительной мере развитие печени до рождения, и рост ее замедляется. Компенсаторные механизмы, которые включаются после рождения, направлены на ускорение роста и восстановление нормальной функции печени путем повышения активности гормона при снижении передачи сигналов гормона стресса. Однако именно это усиление компенсаторной активности печеночного гормона, инсулиноподобного фактора роста, и повышает риск развития жировой дистрофии печени в последующем. Суевлепный, напомню, в это может вносить злопотребление сахаром, вернее фруктозой. Авторы исследования по этому рекомендуют беременность воздерживаться от кофеин содержащих продуктов, в числе первых среди которых упомянутая кофе, а также и не усердствовать сахар содержащими продуктами. Кто вооружен, тот защищен. Спасибо, что смотрите мои видео и да пребудет с вами здоровье!